И снова дорога унесла жизни. Смертельное ДТП случилось накануне 163-го километра трассы Пермь-Березники. Столкнулись ВАЗ-2110 и Тойота Королла. 62-летний водитель отечественной легковушки выехал на встречную полосу. В результате этот маневр стал для него роковым. Пенсионер получил смертельные ранения. Между тем, в минувшие выходные дни на дорогах Березников было задержано 13 пьяных водителей. Подробный криминальный обзор для нас сегодня подготовила моя коллега Алина Багрянская. Алина, здравствуй. О чем сегодня стоит рассказать? Да, коллеги, спасибо. Действительно, минувшие выходные выдались очень неспокойными. Сотрудниками госавтоинспекции пресечено 146 правонарушений. Четыре водителя управляли автомобилем в состоянии опьянения. Что любопытно, больше всего нарушали ПДД пешеходы. Также шесть водителей автобусов не соблюдали правила дорожного движения. Одно ДТП произошло недалеко от Ораншмола в воскресенье. Всего же за выходные случилось 22 аварии. Одна из них с погибшим. К другим темам. Кто затушил символ памяти в Березниках? Накануне вечером в соцсетях появилось фото потухшего вечного огня. Неизвестно, произошло ли это само собой или это был акт вандализма. Есть предположение, что это стало следствием природных явлений. Ведь все выходные в Березниках были обильные снегопады. В любом случае, сегодня утром вечный огонь зажгли вновь. Сейчас мемориал работает в прежнем режиме. Следующая новость из Краснокамска. И там правоохранители остановили автомобиль таксири «Нологан». А это уже кадры задержания пассажира. После молодого пермяка доставили в отдел полиции. А при личном досмотре нашли наркотики. Где бы вы думали, в носках. Экспертиза показала, что это метилэфедрон общей массы более двух граммов. За что задержан сотрудниками полиции? Был задержан за распространение наркотиков. Каких наркотиков? Различных. Также сыщики провели обыск жилища подозреваемого. И там обнаружили подозрительные свертки. Как рассказал сам задержанный, он планировал сделать тайник закладки в Краснокамске. Ну а накануне он уже разложил 19 закладок в Перми. Сейчас же против него возбуждено уголовное дело по статье покушения на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Расследование продолжается. А горе продавец взят под стражу. И закончу новостью из Перми. Краевые правоохранители просят помощи. Сотрудники из отдела полиции Свердловского района города Перми устанавливают личность женщины, совершившей разбойное нападение. Само преступление произошло 20 декабря около 8 часов вечера на улице Вижайская. Вооруженная ножом неизвестная женщина подбежала к 70-летней старушке и нанесла ей несколько ранений. А после выхватила сумку с пакетом и скрылась. Пенсионерку доставили в больницу, где прооперировали. К счастью, сейчас жизни потерпевшей ничего не угрожает. Оперативники просят откликнуться всех, кто владеет какой-либо информацией о случившемся и позвонить по номеру, который вы видите на экране.